В мир творчества под названием Детская школа искусств мечтают попасть многие мальчишки и девчонки. Уже более трех тысяч выпускников прошли обучение в этих стенах, и большинство из них стали победителями на различных конкурсах и фестивалях. А в этот раз двери школы открыли для будущих воспитанников, влюбленных в театр или музыку, живопись или искусство в целом. Детишки и родители, они с удовольствием к нам приходят. Во-первых, донести информацию, ту, которую родители, может быть, не все еще знают, а детишкам показать возможности школы и как-то сориентировать их по направлению. В школе искусств существует девять разных отделений. Музыкальное, хореографическое, театральное, эстрадно-джазовое, подготовительное, отделение иностранных языков, изобразительного искусства и отделение с оригинальным названием «Музыка с мамой». Конечно, на дне открытых дверей определиться с выбором всем было непросто. Но, например, Ане Чудесновой помогли педагоги, которые ее проконсультировали и подробно рассказали о каждом отделении. Мы пока хотим попробовать на несколько направлений. Это театральное искусство, художественное отделение. Ну, может быть, еще получится на гитару попробовать поступить. Ну, куда-нибудь, я надеюсь, мы поступим. А также хорошим примером для детей и их родителей были и сами ученики школы, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о занятиях. Здесь учат в первую очередь духовно развиваться. Здесь мы обретаем какие-то навыки, помимо тех, которых нас обучают в школе. Здесь как бы помогают находить занятия, которые приходятся каждому по душе. Приходите к нам. Тут красиво, интересно и много всяких праздников. На этом дне открытых дверей можно было не только познакомиться с педагогами и учениками школы, но и наглядно увидеть их работу на ежегодном отчетном концерте под названием «Музыка весны». Первым выступил старший хор «Фантазия», исполнив русскую народную песню. В отчетном концерте приняли участие не только юные певцы и танцоры. Театралы тоже показали свой мини-спектакль. Про те, кто быстро соображал, говорят, что у них котелок варит. Нужно мозги варить в котелке. Инструментальное отделение также не осталось в стороне и порадовало зрителей своими выступлениями. Несомненно, после такого дня открытых дверей, желающих стать учениками детской школы искусств, станет гораздо больше. Анастасия Воронина, Евгений Садовский, Елена Кошлева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова